Повторю ещё раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему недавно заявил, что ни один пункт не нравится из-за этих минских соглашений. Ну нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. Чудом минских угод, ну тут нравится, не нравится, терпи, моя красавица, тут, конечно, безусловно. Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот, по поводу моя, ты ещё скажешь про Украину, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. Ну вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединённой организации НАТО и России не сопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих обережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации. Когда мы не отвечаем на провокации, а ведём себя очень достойно. Продолжение следует...